Начиная с сентября учиться в автошколах приходится дольше. Само обучение теперь куда дороже, чем прежде. Согласно новым правилам обучения, подготовка водителей состоит из базового курса и дополнительных модулей, которые должны преподаваться для отдельных категорий и подкатегории. Изменения коснутся и сдачи экзаменов. Согласно нововведениям, после изучения теории в автошколе необходимо будет сдать экзамен по теории в ГАИ и сдать первый экзамен площадку. Затем нужно вернуться в автошколу и 30 часов откатать на автодроме. После этого ученики сдают контрольный экзамен. А недавно прошла новость о резком увеличении стоимости сдачи экзамена в ГИБДД. Это Автопро прямой эфир. Вместе с гостями студии мы обсуждаем новые правила, отвечаем на ваши вопросы по телефону 744-614. Итак, поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляю гостей студии. Это Максим Малкин, координатор проекта автопортал76.ру. Также мы ждем Юрия Масловского, директора Ярославской автошколы. Вопросы гостям в студии вы можете задать по телефону 744-614, 744-590. Также я принимаю сообщения на свои страницы в Фейсбук и ВКонтакте. Найти меня просто. Набирайте Юрий Кораблев, Ярославль. Прежде чем начать, посмотрим сюжет на тему проверки ярославских автошкол. С 11 сентября материально-техническая база каждого обучающего заведения должна существенно обновиться и измениться в лучшую сторону. В рейд в ДСААФ проходил под контролем нашего корреспондента. Здесь, в автошколе ДСААФ, водителей всех категорий готовят более 20 лет. А вот тотальная проверка впервые. Комиссия, в составе которой несколько сотрудников ГИБДД, берет на карандаш абсолютно все. Компетенция преподавательского состава, техническое состояние автомобилей, точные размеры площадки. В противном случае, новой лицензии не будет. Новые программы профессионального обучения водителей вступили в силу с 11 августа. В соответствии с утверждены и требования к учебно-материальной базе. Помимо территории площадки в 2400 квадратных метров с асфальтобетонным покрытием, дорожными знаками и разметкой, от автошколы требуют кажущиеся на первый взгляд мелочи. Сейчас каждая автошкола, которая заявляет то, что она будет готовить водителей транспортной средств категории Б, должна быть обеспечена прицепом и автомобили с осыпленным устройством для этого прицепа. Мы выезжаем и смотрим, каким образом это все реализовано. Если все соответствует, мы выдаем положительное заключение. Тщательные проверки подвергаются и учебные классы. Каждая аудитория должна быть оснащена компьютерами с программным обеспечением, видеопроекторами и наглядными пособиями. В классах оказания первой помощи необходимы манекены и тренажеры. Из новшеств обучение пользованию детским автокреслом и подробный разбор тягово-сцепных устройств. Желающие получить категорию А будут обеспечиваться мотоциклетными шлемами. Не все, я знаю, автошколы имеют той учебно-материальной базой, которая позволяет вести качественную подготовку водительского состава. Но отсюда и дорожно-транспортные происшествия. Более суровые требования повысят качество подготовки. Наверное, те автошколы, которые не совсем добросовестно подходили к выполнению своих обязанностей, они уйдут из этой сферы деятельности. За время действия новых требований в Ярославле комиссии проверены три автошколы из десяти заявленных. Разрешение на дальнейшую подготовку кандидатов в водители получила одна. Основные замечания связаны с тренировочными площадками. Выявлено замечание по покрытию закрытой площадки. В отведенное время, которое положено по законодательству, мы сейчас устраняем. По Ярославле тоже все устранено. Сейчас на очереди Ростов и Углич, где находятся наши филиалы. Есть над чем работать, и мы приветствуем это. В ближайшее время подать заявку на аттестацию в ГИБДД должны абсолютно все автошколы города и области. В противном случае бизнес можно сворачивать. Без разрешения прохождения подобной процедуры автошколы работать не смогут. Интересно, что в той же Москве на сегодняшний день новым требованиям из 350 школ соответствует только 15. Это Автопром. Мы работаем в прямом эфире. Тема обсуждаем изменения в получении системы, изменения в системе получения водительских прав. Доступен телефон 744-614, также фейсбук, контакт, твиттер. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. Сейчас посмотрели сюжет, я думаю, все предельно понятно, да. Как думаете, почему такой жесткий контроль начался? Ну, очень хочется верить в то, что контроль связан с тем, что качество обучения начинающих водителей повысится. То есть именно благодаря таким мерам можно будет ожидать от новых водителей адекватное поведение на дороге. Потому что, к сожалению, в последнее время складываются ощущения не только у меня. Я думаю, что у многих автомобилистов, что выезжая на проезжую часть, люди просто не понимают, где они находятся. Создают множество аварийных ситуаций. И поэтому очень хочется верить, что новые меры приведут именно не только к качеству, но и пониманию начинающих водителей вообще ко всей дорожной ситуации. Потому что теория это одно, а фактически практика, получив уже водительское удостоверение, это совсем другое. То есть вы поддерживаете такие изменения, да? Я думаю, что есть в этом смысл, но, на мой взгляд, неплохо было бы увеличить количество часов именно управления транспортным средством. Потому что именно на практике можно понять всю дорожную ситуацию, так как теория не даст этого полного понимания. То есть изменить количество часов как площадки, так и города? Ну, площадка, мне кажется, можно оставить на том же уровне, а вот именно вождение по городу, мне кажется, есть смысл увеличить. А еще какой выход из ситуации вообще для автошкол вы видите? Сейчас же многие автошколы просто закроются, мне кажется. Вот сейчас из сюжета мы видели, что прошла лицензирование только одна автошколы, а их десятки по городу. Ну, что говорить, это естественный отбор, и поэтому хотелось бы верить в то, что останутся именно на этом рынке достойны, то есть те, кто способен, те, кто могут и оборудовать не только площадки, но и дать достойное обучение будущим водителям. У нас сейчас есть звоночек, давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я собираюсь покупать квадроцикл. У меня есть права категории «Б». Мне нужно будет что-то сдавать, или как коснется, есть какие-то изменения по поводу этого. Максим, вы можете ответить? Вы знаете, затруднюсь ответить на этот вопрос, поскольку не имею отношения к категории «Б». Насколько я знаю, сейчас на квадроцикле можно ездить с использованием права вправ, которые получаются на трактор в ГИБДД. Ой, простите, не в ГИБДД, а в Ространснадзоре, по-моему. В дальнейшем там существует подкатегория. Вот я бы очень хотел, чтобы в нашей программе поучаствовал сотрудник ГИБДД, но, к сожалению, пока сотрудники дорожной полиции не готовы к нам прийти. Поэтому мы, наверное, затруднимся на данный момент ответить на ваш вопрос. Чуть позже в нашем эфире появится представитель автошколы, возможно, он нам поможет. Оставайтесь с нами и получите ответ на этот вопрос. Как считаете, уменьшится ли процент сдачи в автошколах? Ну, если процент уменьшится, то он уменьшится на незначительную цифру, потому что я не думаю, что с введением новых мер желающих количество будет падать. Потому что сейчас, в принципе, стало доступно и само обучение, и покупка автомобиля. Поэтому я думаю, что все останется на том же уровне. Понятно. С минимальными потерями. А уменьшится ли поток желающих сдать на права, как считаете? Затрудняетесь ответить. Да тут, понимаете, дело-то в том, что, видимо, первый вопрос немного недопонял. Если говорить про автошколы, да, часть выпадет. А если говорить про автомобилистов, то количество, скорее всего, либо останется таким же, либо уменьшится на незначительную цифру. Вот, как я уже говорил ранее, теперь говорят, что 6,5 тысяч будет стоимость вообще целиком сдать на права в ГИБДД. Ну, да. Слышали такое? Слышал, слышал я эту новость, которая прошла относительно недавно. Ну, хотелось бы верить в то, что это своеобразный фильтр тех, кто вот не может себе позволить. Но мне кажется, если человек настроился на получение именно водительского удостоверения, он изыщет все возможные варианты для того, чтобы выучиться и получить права. Спасибо, Максим. У нас сейчас есть звоночек, давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопросик. У меня сын 17 лет. Учится на, ну, в автошколе на права. Как-то есть возможность получить права, ну, в смысле, сдать на категорию до 18? Потому что дело в том, что в следующий год ему будет 18, но он будет поступать в ВУЗ. Проблема. Спасибо большое. Если мне память не изменяет, то он пройдет курс обучения, а на водительское удостоверение он будет сдавать по исполнению 18 лет. Ну, так что все впереди, дерзайте, пока учитесь, есть время хорошо подготовиться к экзаменам. На неделе у нас в студии побывал представитель департамента образования Ярославской области. Чиновник пояснила, изменения в процедуре обучения на водительские права должны пойти обществу на пользу. Давайте послушаем. Те, кто поступает в автошколу или уже поступил после 11 августа 2014 года, эти ученики будут учиться уже по новым требованиям. И для того, чтобы... А если автошкола еще не успела? Вот здесь может быть. Решение принимает каждый сам. Ну, безусловно, наверное, лучше подстраховаться и в первую очередь узнать, есть ли у автошколы заключение ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы. И согласована ли та образовательная программа, по которой школа будет учить, опять же с ГИБДД. Для нас будет изменен сам курс, то есть структура образовательной программы, она изменилась. Даже начать, наверное, следует не с этого. Увеличилось само количество программ, но это, наверное, опять же, на благо нас, потребителей услуги, потому что сейчас стало больше категорий и подкатегорий, и на каждую категорию и подкатегорию разработана примерно образовательная программа. Сейчас любая программа, в том числе и категория Б, она состоит из первого базового блока, который проходят все обязательно обучающиеся на любую категорию. Следующий блок – это специальный. Он как раз специализацию дает именно на категорию, которую хочет получить слушатель. И будет еще профессиональный блок, он касается тех слушателей, которые будут получать образование как профессию. Например, для водителей трамвая, для водителей троллейбуса. Базовый блок, он единый для всех. Абсолютно. И поэтому, если вы когда-то пройдете базовый блок, вам его потом могут перезачесть и должны перезачесть в любой другой автошколе, если вы захотите поучиться на другую категорию. Это «Автопро» прямой эфир. С гостями студии обсуждаем лицензирование автошкол. Доступны телефоны 744-614, 744-590. Также я жду сообщений в Facebook и ВКонтакте. И сейчас ко мне присоединился второй гость Юрий Масловский, директор одной из крупных ярославских автошкол. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер. Я полагаю, что сейчас вы можете дать ответы на вопросы, которые недавно задавались по телефону. Да, ответ по 17 лет можно учиться и сдавать экзамены в ГИБДД, если кандидаты проходили обучение в юношеской автошколе. На сегодняшний день у нас две такие в городе есть, поэтому у них есть полная возможность отучиться и сдать. Единственное, они водительское удостоверение получат только в 18. Но экзамен будет действителен до исполнения 18 лет. А вот по поводу квадроцикла, что скажете? Квадроцикла в зависимости от того, где регистрируется квадроцикл. У нас есть квадроциклы, которые регистрируются в органах ГИБДД, а есть квадроциклы, которые регистрируются в органах Гостехнадзора. Если квадроциклы регистрируются в ГИБДД и выдается ПТС, значит у нас под категория Б1 она подпадает под этот квадроцикл. И соответствующая, если в Гостехнадзоре, там своя соответствующая категория. Скажите, новое обведение вам осложнили жизнь как автошколы? Вы знаете, я бы не сказал, что осложнили, просто немножко добавили неких хлопот по оформлению бумажной документации и немножко по модернизированию автодрома. Фактически для большинства автошкол это не составляет, скажем, каких-то колоссальных вложений, трудностей. Просто вопрос времени. То, что сегодня автошколы еще не подали заявки, просто еще все просто готовят бумажные документы для подачи в ГИБДД. Я разговаривал с кандидатами в водители, и многие говорят, что их просто сейчас не берут в автошколу. Они приходят писать заявление, а их просто не пускают туда. Ну, потому что... Говорят, что придите через несколько месяцев. С 11 августа вступил закон в силу, после которого не получившие акт от ГИБДД осмотра базы, они не имеют права набирать. Поэтому немножко, скажем, на месяц, максимум на полтора ступор такой произошел. Я думаю, люди, которые хотят получить водительское достарение, ничего страшного, потерпят месяц. А вы видели сейчас сюжет, который мы показывали в начале передачи про лицензирование? К вам уже приходила такая инспекция? Нет, мы вот на следующей неделе готовы подать такие документы. То есть вы ждете? Да, мы просто выжидаем, смотрим. А полигон такой у вас уже есть? Полигон у нас есть. Дорого стоит? Нет, полигон, аренда полигона недорогая. У нас просто был такой полигон. Я имею в виду по размерам. По размерам у нас полигон подходит. А то, что касается оборудования, ну, добавить перекресток, расставить знаки, это недорогостоящее оборудование. Единственное, вот, ну, скажем, немножко нас в затруднение ввело, это оградить. Он у нас не огорожен был. Ну, это вот дело, опять же, несколько дней. Это по стандарту надо оградить? Да, это по стандарту. А когда ждете к себе гости сотрудников? Ну, мы, вот, данная, вот, моя школа собирается на следующей неделе подать документы. И уже как ГАИ назначат выезд осмотра базы. А слышали про увеличение стоимости сдачи в ГАИ? Да. Как относитесь? Ну, я, честно говоря, отношусь положительно, потому что все-таки люди, которые ходят из экзамен в экзамен и постоянно будут платить, если сейчас они бесплатно ходят, то, по крайней мере, будут себе давать отчет, что все-таки нужно посерьезнее отнестись к подготовке. Если где-то что-то не доработал, лучше доработать и сдать экзамен с первого раза или со второго, по крайней мере. Юрий, у нас есть звоночек. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я просто вот инвалид, у меня третья группа. Вот в Ярославле учат, там, ну, сдать на права возможно это или нет? Инвалиду. Инвалиду. Можете ответить? Да, конечно. Есть автошкола ВУА, у которой есть оборудованный автомобиль для инвалида. Пожалуйста, вы можете туда обратиться. Насколько я знаю, они всегда готовят. А насколько сложно инвалиду сегодня сдать на права? Это такой же процесс? Совершенно не сложно. Автомобиль в этой организации полностью оборудован под инвалида, и он, совершенно не чувствуя себя как-то вот по сравнению с другими участниками, на общих основаниях сдает. То есть здесь все просто и легко. У вас, наверное, много знакомых, ваших коллег, содержателей автошкол. Наверное, есть и такие, которые терпят сейчас крах. Какая у них ситуация? Вы знаете. Когда они пытаются выйти, найти из кризиса пути? Ну, таких школ очень мало. Поверьте мне. Таких школ мало. Единственное, вот некоторые автошколы просто столкнулись с некоторыми нехватками некого оборудования, которое сейчас просто докупается и все. А вот чтобы какой-то крах терпеть, ну, наверное, насколько я знаю, это буквально 2-3 школы. Ну, то есть в Ярославле, в принципе, количество автошкол не должно... Оно не сократится. Только увеличится цена. Ну, сейчас, наверное, активно появляются новые автошколы в Ярославле. Уже вот со своими автодромами, полигонами или нет? Ну, по моей информации, вроде бы, какие не появляются. Просто все те, которые автошколы работали на протяжении уже нескольких лет, просто они, получая акты обследования, продолжают работать. А как сами считаете, куда лучше пойти учиться? В давно существующую школу или в новую? Ну, это не факт, понимаете? Ведь и новая школа может быть довольно-таки компетентная. И, скажем, те же инструктора, те же преподаватели могут перейти и старую школу в новую. Это не факт. Это надо смотреть, во-первых, по базе, во-вторых, по отношению по подготовке, в-третьих, это отзывы. Вот. Добрый вечер. У нас сейчас есть звоночек, извините, прерыву. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. У нас сейчас есть звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит жительница города Ярославля. У меня вот какой вопрос. Мой муж работает 30 лет водителем, имеет первый класс, и все литера, кроме литера, на легковой автомобиль. Когда была замена водительских прав, ему сказали, что автоматически поставят литер на легковой автомобиль. Сейчас он работает на маршрутке 93-й. Но ему литер не поставили и сказали, вам нужно идти вновь в автошколу, там учиться платно. То есть у вас вопрос, надо ли ему учиться идти, да? Да. Это вам в ГИБДД так пояснили? Да, да, да. Я думаю, это очевидно. Нет, учиться обязательно надо, но программа более уменьшенная, ускоренная, чем для подготовки кандидата на Б категорию. Так как у кандидата уже есть другие категории, там есть специальная программа переподготовки, скажем, с С на Б, с Д на Б. То есть она и менее дорогостоящая, меньшее количество занятий, и рассчитан на то, чтобы человек уже умеет управлять транспортными средствами. Просто это переподготовка. Водительские права могут снова подорожать. В ГИБДД предложили увеличить пошлину на получение водительского удостоверения до 6,5 тысяч рублей уже с 2015 года. Связано это с тем, что сейчас пересдавать экзамен можно бесконечно. Так, в Ярославской области только за последние полгода стать счастливым обладателем водительского удостоверения пытались 8,5 тысяч кандидатов. Но с первого раза оценку сдал, получили чуть больше 3 тысяч человек. Сейчас водительский тест в ГАИ бесплатный. Если законопроект примут, то за теорию придется заплатить тысячу рублей, полторы и две тысячи, соответственно, за площадку и город. За каждую пересдачу также придется заплатить от 1 до 2 тысяч рублей. Увеличивается и пошлина за изготовление самого водительского удостоверения. Сейчас за права новоиспеченные водители отдают 800 рублей, а с 2015 года цена возрастет до 2 тысяч. В настоящее время есть информация пока только из интернета и средств массовой информации о том, что планируется введение взимания государственной пошлины за оказание юридически значимого действия, в данном случае прием квалификационного экзамена. Будет ли это новшество введено, покажет время. Вполне возможно, что это будет определенным стимулом для людей более качественно готовиться к экзамену и все-таки пытаться сдавать с первого раза. Ну вот сейчас слышали неофициальное мнение сотрудника полиции. У нас сейчас есть звонок, можем послушать еще один звоночек. Добрый вечер. Алло. Алло, да-да-да. Алло, здравствуйте, а спросить можно? Да-да, пожалуйста. Вы в прямом эфире. Подскажите, вот у меня год-три месяц решили права водительские. Вот такой вопрос. Я буду проходить, когда права получу? Еще разок, пожалуйста. Вас очень плохо слышно. Вы, пожалуйста, с трубочку говорите. Мы не очень задираемся. У меня права решили на год-три месяц. Хорошо, понятно. А вот я вот 7 января сдавал права водительские. А сейчас, возможно, я вот, когда в 15-м году в апреле получу, мне придется сделаю сдавать или права я получу и поменяю? Понятно. Вопрос понятен. На данный момент, насколько я знаю, водительское удостоверение просто выдают по окончанию срока лишения. Но есть проект, когда водители должны будут в дальнейшем переиздавать. Но это, опять же, это проект. Ну, в принципе, мне кажется, это правильно, если честно. Потому что, когда человек и без теории, и без практики, все, моторика забывается, знания забываются, и переиздавать, наверное, все-таки надо. Но пока закон этого, к вашему счастью, кстати говоря, не предусматривает. Так, рамки прямого эфира не бесконечны. Давайте, Юрий, подводить итоги. Стоит ли волноваться сейчас людям, которые хотят сдать на права, и когда в ближайшее время тем, кто хочет это сделать, нужно обратиться в автошколу? Давайте подведем итоги. Мне совершенно волноваться нет смысла. Потому что буквально, можно сказать, сейчас каждую неделю будут автошколы получать акт обследования базы от ГИБДД. И поэтому они спокойно будут в выбранную школу обращаться для прохождения обучения. Поэтому просто небольшая заминка. Ничего в этом страшного нет. Спасибо большое. Я напомню, в гостях у программы «Автопро прямой эфир» был Юрий Масловский, директор одной из ярославских автошкол. Ну и на этом у нас пока все. Оставайтесь на Первом Ярославском. Информационный вечер на нашем канале еще продолжается. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова